так коллеги добрый день пожалуйста скажите прежде чем я начну как меня слышно все спасибо коллеги и так о чем я хочу рассказать в этом докладе по я сейчас занимаюсь для себя разработкой проекта связанного с умным домом и мне было необходимо то есть я планирую ядро разрабатывать проекты на c++ соответственно мне необходимо было какая-то библиотека которая позволила бы ну достаточно просто организовать поддержку модульной структуры тем более что предполагается что модуль будет функционировать как под управление windows так и под управлением linux есть варианты вот и мне нужна была какая-то такая простая библиотека которая помогла бы решить задачи связанные с модульной организации и в ходе просмотра то есть ходе поисков нашел вот эту замечательную библиотеку валару а в переводе означает кенгуру автор говорит о том что просто ему кенгуру нравится поэтому он так назвал никакого сакрального другого смысла нет вот ну и мне бы собственно мне захотелось представить эту библиотеку вашему вниманию а ее достоинствах я скажу в конце просто пока изучаем смотрим и потом я буду рад ответить на ваши вопросы но вначале мы поговорим с вами о том что такое до пенденции джекшин да то есть это библиотека как раз решает именно эту задачу а затем я пройду по классам библиотеки то есть расскажу те классы которые мы используем покажу что это делается достаточно просто а затем я покажу что модули можно конфигурировать не только программно но с использованием xml и джейсон формата ну и в конце покажу дэма то есть дэма она частично написано частично я его специально ставил для того чтобы в прямом эфире написать итак в чем идея dependency injection марк симон в своей книге пенденции инжекшин и нет говорит о том что внедрение зависимости это набор принципов и паттернов позволяющих разрабатывать слабо связанный код и соответственно та же самая те же самые авторы всех известных паттернов ганс банды четырех они говорят совершенно разумные вещи что программируйтесь с использованием интерфейсов а не реализацией то есть с точки зрения меня как пользователя какого-то объекта меня не интересует какой класс этого объекта а меня интересуют те операции которые он предоставляет и таким образом для того чтобы вот этот момент учесть мне по сути не нужно более того я считаю это злом использование широко использование оператора new который инстанцирует объекты если мы посмотрим на вот этот слайд то мы увидим что в левой части показан ну некий такой традиционный подход когда есть какие-то объекты которые для своей работы используют другие объекты те в свою очередь тоже какие-то 3 используют и так далее и во всех эти и нам приходится каким-то образом обеспечивать внедрение так называемых зависимостей чтобы один объект к моменту ну допустим у нас есть слой бизнес логики он зависит от слоя доступа к данным и чтобы на момент когда мне уже понадобятся какие-то данные этот слой доступа был инстанцирован традиционно мы это делаем с помощью оператора new либо делаем при помощи фабрик фабричного метода фабрики классов абстрактной фабрики и так далее но там все равно так или иначе присутствуют оператор new который дает нам ту самую сильную сильную связность просто вопрос том где мы эту связанность локализуем либо она размазана по всему году что хуже всего либо она собрана где-то в одном месте что проще уже с точки зрения переконфигурации модулей что предполагает dependency injection dependency injection предполагает что у нас все приложение а все зависимости собираются условно говоря в одной месте то есть у нас есть некий модуль назовем его bootstrapper который обеспечивает загрузку и внедрение зависимости то есть когда у меня бизнес логика а уже автоматом получает ссылку на слой доступа к данным и при этом она совершенно не заботится о том как ее вытащить как создать нужно ли там создавать фабрику классов и так далее там через фабрику классов и прочее поэтому как раз для вот моего проекта это как раз идеальный вариант но но а дело в том что имея тоже большой опыт работы в дотнете в дотнете достаточно много библиотек которые позволяют решить эту задачу но дотнет хорош тем что там есть так называемая рефлексия когда я могу программным путем проанализировать что за длл я загрузил найти там соответствующие методы и прочее прочее а все плюс плюс это сделать невозможно и поэтому здесь приходится идти на какие-то ухищрения это первая проблема а вторая проблема то что в случае идут на это мы управляем памятью виртуальной машиной дотнет здесь же мы управление памятью а именно вызов конструкторов вызов деструктор все должны осуществлять сами понятно что есть различные шерот ptr который эту проблему решает но хочется еще выше немножко уровень абстракции что ли поднять то есть уйти от вот таких сложных моментов и вторая третья проблема связана с загружаемыми модулями а дело в том что если мы говорим о кроссплатформенных приложениях оси плюс плюс переносим на уровне исходного кода то а все равно мы не отойдем от необходимости учитывать особенности операционной системы но вот частности у меня большой опыт разработки разработки под вин 32 и там загрузить библиотеку тем более у которой мы точку входа не знаем да то есть достаточно сложно то есть мы за ее должны загрузить потом должны взять по имени процедуры адрес получить и так далее то есть ну достаточно сложно опять же понятно что это все решаемо но порог хождения достаточно большой вот поэтому хочется найти что-то такое что вообще избавит ну условно говоря от этой головной боли и вот в свое время мне попалась на глаза библиотека валару а которая как раз и решает эти проблемы первое библиотек используется для разделения фазы конструирования объекта от остальной логики то есть у нас есть совершенно четко модуль в программе который отвечает за сборку сложных объектов и когда уже я объект запускаю по факту он получает управление то есть по факту он уже все зависимости с которой используют он получает и может использовать при этом в чем прелесть этой библиотеки в том что она позволяет изменить класс объекта с которым работает основной код без перекомпиляции всего кода вот как раз в демонстрационном примере я там как раз покажу что можно будет подключить дополнительный модуль соответственно мы легко можем поменять при этом ядро будет ну совершенно не тронут а самая прекрасная возможность которая который я пока нигде больше не видел других библиотеках языка c++ это возможность конфигурирования модулей приложения через xml или джейсон то есть тогда вообще никакой перекомпиляции речь не идет если просто говорите что мое приложение состоит из тальки то стальки то стальки то модулей прописывайте зависимости прямо в xml и по сути это можно делать там на уровне пользователя да ну который там знает xml и джейсон условно да но при этом вы ядро просто не прикомпилируйте просто по факту она запускается и на базе xml собирает все вот эти зависимости и вы их используете а при этом библиотека поддерживает не только простые зависимости но и множественные зависимости на модули то есть я могу работать с несколькими модулями через один и тот же интерфейс в примере я это покажу и еще одна прелесть этой библиотеки в том что она использует возможности c++11 или boost то есть если у вас есть установленный если вы работаете на c++11 вам волноваться незачем вы просто берете эту библиотеку причем за что она мне понравилось сразу эта библиотека написано полностью на заголовочных файлах то есть там нет никакого либо там не надо как обычно вот берут какие-то большие библиотеки их собирать в исходниках там отдельно для windows отдельно для linux там gcc там мин гв и так далее ничего это не надо мы просто берем исходники этой библиотеки подключаем заголовочные файлы и радуемся тому что все это превосходно работает ну а теперь давайте посмотрим детали а детали этой библиотеки первое а все управляемые классы которые вы хотите чтобы они управлялись библиотекой в аллару должны быть производными от класса парт то есть вот таким вот образом собственно говоря это по минимуму все и второе конструктор класса должен быть зарегистрирован макросом в аллару register где указывается имя класса и список аргументов все остальное уже за вас сделает сама библиотека это первое то что касается класса то что касается управляемых модулей второй класс класс каталог объект этого класса управляет инстанцированием и сборкой объектов он позволяет то есть там фактически содержится фабричный метод который создает объект указанного класса и ставит этот объект в соответствии некоторому имени которая задается обычной строкой а дальше вы через shared ptr стандартные которые есть все плюс 11 либо в бусте вы можете получить доступ к объекту по имени ну вот в данном случае показан смотрите пример что у нас есть класс каталог точнее создаем объект каталог затем мы создаем два класса типа объект 2 объекта типа клиент и помещаем их под имя c1 и c2 и создаем еще один класс который называется бейс да то есть и помещаем его под имя bs1 все после этого я могу уже к этому объекту получать доступ просто ориентируясь на его имя а при этом как правило все это происходит в одной точке сборка сборка зависимости которая потом уже просто не требуется уже все при старте старте приложения все зависимости внедрены и дальше мы просто уже работаем без оглядки там на необходимости на станцирование каких-то вот таких модульных объектов как собственно говоря внедряется зависимость для этой цели в этой библиотеке служит класс коллаборатор этот класс обеспечивает внедрение зависимости путем предоставления специализированного указателя на объект сопоставленный с некоторым именем опять же в чем прелесть момента здесь я фактически не работаю с указателями а здесь я работаю по сути просто с текстовыми имена просто со строк со строками и за счет них указываю куда чего внедрять сейчас мы это увидим и соответственно позволяет хранить одну или множество ссылок на реализацию интерфейса как это как это выглядит вот смотрите а есть некий класс клиент это взято из примера который поставляется свала ру поэтому когда вы можете когда скачаете этот эту библиотеку там эти примеры будут достаточно понятные а в данном случае что мы видим мы видим что есть некий класс клиент у которого есть ссылка на интерфейс relation и вот собственно ряд при старте приложения мы должны а инстанцировать relation так чтобы клиент ну что называется у клиента не болела голова на эту тему чтобы он мог просто взять и работать с этой ссылкой как за счет чего это достигается это достигается за счет того что в конструкторе класса клиент я указываю ну стандартный способ кондициализации полей да то есть я указываю имя текстовое имя этого этой зависимости именно это текстовое имя я буду использовать для связи и указываю специальные специальный вызов метода registration токен который просто ну по факту а обеспечивает как раз вот эту связку то есть наши в принципе даже можно не смотреть что делает этот метод регистрирует токен все и на третьем шаге я просто-напросто обращаюсь по указать relation к методу f этого интерфейса и при этом у меня уже не болит голова там инстанцирован объект инстанцирован и так далее но это касается когда одна ссылка на интерфейс если же мы говорим о множестве связей а то для этой цели мы можем использовать для этой цели мы можем использовать как раз следующую запись во первых смотрите первая запись это связь один ко многим а то есть один к одному и она говорит о том что это опциональная связь что это опционально соответственно вторая связь предполагает что у нас для работы используется relation вектор это список вот этих ссылок на интерфейсы причем в качестве основы используется std вектор если вы хотите использовать ну например лист то вы можете использовать третий вариант вы можете использовать третий вариант но в ряде случаев бывает необходимым еще ограничить количество вот этих самых зависимостей но как вот мы знаем до объемой диаграмме могу сказать что от 2 до 6 от 1 до 10 до то есть класс может работать со стольки это зависимостями я могу прямо и только указать здесь и дальше потом уже при сборке вот этого сложного объекта клиент сама волару проверит сколько у меня этих зависимости и если зависимости более чем или менее чем мне будет выдана exception будет выдано исключение которое я могу затем обработать ну и сделать какие-то там орг выводу условно говоря каким образом мы проходим по множественным связям смотрите для этой цели мы а просто используем стандартные итераторы стрель а и блокир и блокировку шарит указателей для того чтобы не могли в этот момент кто-то еще работает с этой коллекции может кто-то работать и может ее там случайно какой-то элемент удалить а поэтому стандартная практика работы с шарит указателями то есть я беру а точнее здесь на самом деле так называемый варит варит указатели вот и для того чтобы мне получить доступ к этому касательно должен его заблокировать тогда соответственно он а будет заблокирован от удаления после этого я проверяю что да я получил действительный указатель и точно так же обращаюсь к этому элементу и все вот собственно говоря это все что необходимо знать для того чтобы просто от работы с этими зависимостями то есть у разработчик вот этого клиента у него собственно говоря не болит голова как это сделать а теперь как собирается объекты для этого используется фактически такой домен специфика лэнгвич когда вот я например пишу до использовать объект бейс-1 а как relation а relation мы прописали с вами в конструкторе а для объекта c1 а бейс-2 использовать как тот же самый релэйшн для каталога для объекта который был создан под именем c2 то есть ведь у нас здесь совершенно не болит голова о том как и где достать эти объекты прочее мы просто используем стандартные понятные текстовые имена и библиотека библиотека сама обеспечит конструирование объектов любой сложности но есть соответственно другой вариант варианты 2 обратите внимание чем они отличаются то есть здесь у нас мы указываем каталог чтобы несколько не писать несколько раз каталог да то есть один раз его написали а потом просто указываем в текстовых строчках да то есть такая запись она тоже удобно вот а на третьем шаге после того как мы собрали объект нам достаточно проверить вызвать метод из варинг окей который возвращает истинно если все хорошо если действительно все зависимости разрешены а при этом если зависимость опциональная то есть вот как здесь было показано ключевое слово то есть точнее обозначена как общину то такая зависимость может отсутствовать это что например зависимости у нас от одного до десяти да там ноут в предыдущем на предыдущих слайдах тогда соответственно этот метод возвращает окей а можно вызвать еще метод чек варинг он как раз у меня в примере будет а в этом этот метод просто бросает exception если что то если объекты не собраны то есть если не удалось разрешить какие-то зависимости а вот поэтому какое использовать это уже вы решаете но мне exception и все-таки больше нравится с этой точки зрения вот теперь самое интересное как это все загружать файли конфигурации смотрите а опять же это взято из примера который поставляется с волару а а в данном случае пишется стандартный xml файл а в котором указываются имя объекта указывается его класс указываются параметры конструктора если эти параметры присутствуют и дальше вот таким образом я это прописываю а потом в секции варинг я прописываю сборку то есть я говорю допустим что source там ferrari до использует объект созданный ранее описанным части партс под именем f136 е и он будет использоваться внедрён в качестве там двигателя да то есть это двигатель этой машины вот и дальше что вам остается сделать вам остается просто создать объект типа каталог а загрузить файл конфигурации xml configuration то же самое джейсен да и после этого просто вызвать файл фил каталог все а после этого у вас сама библиотека волару соберет все необходимые объекты и вам не будет нужды писать их но вот хард ходить самой программе то есть вот это вот достаточно интересный интересный момент на который хочу обратить внимание то есть это как раз полезно для создания модульных приложений в частности в моем проекте там как раз это очень актуально потому что будет меняться оборудование у кого-то одно оборудование у кого-то другое оборудование у кого-то база данных там простой xml у кого-то майский и так далее и вот здесь как раз чтобы без перекомпиляции это будет весьма и весьма выгодно использовать эту возможность а более того коллеги там в продвинутом варианте вы можете вообще создать свой формат xml конфигурации то есть там можно описать вот и соответственно уже использовать ну что-то свое вот а теперь вообще самое 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 что мне в ней понравилось как я ранее говорил я имел ну такой не скажу что печально но все-таки опыт интересный при написании для лилик вин 32 грустно скучно и так далее а здесь написание для лилик превращается вообще в совершенно замечательное занятие а но во первых что нужно знать что на каждую библиотеку в одном из и плюс плюс файлов должна быть вот такая директива подключаем просто файл dynamic и page все и на каждый модуль то есть на каждый класс который вы регистрируете валару должен быть директива дюн-регистер а дальше регистрация класса производится макросом валару дин лип-регистер то есть там мы когда не дл лька когда обычное приложение да то есть монолит грубо говоря а мы используем пола руль и честер здесь дюн лип-регистер и все вот при этом коллеги обращаю внимание что в дл льках не поддерживаются конструкторы с параметрами и то есть конструктором может быть только по умолчанию но вот пока они не поддерживают вот а дальше мы загружаем модуль то есть в память для этого мы используем статический метод лод класса плагин указываем просто относительно указываем имя этого модуля а вот это дл или уже это как раз то подставится да под windows это будет дл подлинокс это будет с о и так далее то есть у нас уже по факту сразу получается кроссплатформное приложение и нам не надо учитывать все эти особенности но и так же загрузка может выполняться как я ранее говорил с помощью файла конфигурации вот таким вот образом то есть опять же я описал все плагины да то есть модули после этого библиотека сама их загрузила понятно что они должны быть в этом каталоге и после этого обеспечила сборку и собственно говоря работу приложения вот поэтому собственно говоря это все что нам необходимо знать про эту библиотеку прежде чем приступать к примеру а в качестве примера я решил ну сделать такой простенький такой кассовый аппарат простенький там специально пример выхолочен для того чтобы вы могли ну то есть ухватить суть и суть этой библиотеки и так что здесь у нас есть любой кассовый аппарат имеет на своем борту следующее а во первых он имеет клавиатуру он имеет клавиатуру которая представлена интерфейсом айки ворд так сейчас его найду да вот который представлен интерфейсом айки борд то есть данном случае мы просто будем вводить какой-то штрих-код да то есть с клавиатуры и который потом отправляется уже на регистрацию дальше любой кассовый аппарат имеет обязательно дисплей потому как хочется видеть что там пользу что там нам кассир соответственно пробивает да и и любой кассовый аппарат имеет в своем составе принтер то есть имеют в своем составе принтер который обеспечивает печать чека да то есть любой современный кассовый аппарат имеет соответственно у дисплея и у принтера один метод print но здесь специально эти интерфейс разнесены просто чтобы вам показать общую идею а дальше кроме этого у кассовых аппаратов есть так называемые счетчики что это такое это счетчики которые учитывают сумму которая проходит через кассовый аппарат и при этом один из этих счетчиков может быть обнулен самим то есть он сам обнуляется а другие счетчики могут быть сброшены а только ключом который хранится в налоговой инспекции но или скажем так другими способами вот для этого я сделал интерфейс и каунтер который собственно говоря ну здесь мы будем использовать единственный метод регистра сумм зарегистрировать сумму вот это собственно говоря интерфейс и так дисплей клавиатура принтер и счетчик теперь собственно говоря наша контрольно-кассовая машина что есть у нашей контрольно-кассовой машины у нашей контрольно-кассовой машины есть дисплей есть принтер клавиатура специально сделал опциональному и сейчас будем как раз писать с вами а я сделал что у кассового аппарата может быть от двух до трех счетчиков вот таким образом это делается да то есть данном случае это будет стд вектор то есть это стд вектор содержащий два или три элемента если больше то или меньше то будет ошибка вот дальше соответственно есть метод зарегистрировать покупку давайте посмотрим что у нас в этом методе как он работает то есть при этом заметьте что здесь вот описаны собственно обычные поля класса до которые являются типом коллаборатор с шаблоном с шаблоном соответствующего интерфейса и при этом обращая внимание control кэш машин должна быть производной от класса пар что в самой регистрации в самой регистрации вот собственно это регистр зарегистрировать покупку а в данном случае коллеги специально пример сделан как можно проще поэтому мой наш кассовый аппарат умеет единственное пробивать товар с кодом 1000 больше ничего не умеет в данном случае хочу обратить внимание просто на ваш код то есть обратить внимание на код метода что при этом нет совершенно вообще никаких намеков даже на оператор new там фабрики и прочее прочее я просто беру и работаю с этими зависимостями дисплей принтер клавиатура при этом я так как у меня клавиатура опциональная то есть она может быть подключена может быть не подключена соответственно я имею возможность проверить а инстанцированная клавиатура или нет просто вот таким образом оператором их все больше никаких особых ощущений мне не требуется ну а теперь давайте собственно говоря посмотрим посмотрим так сейчас минутку мне надо так а теперь теперь давайте соответственно посмотрим так так пардон сейчас коллеги прошу прощения так окей итак собственно говоря запускаем наше приложение да и теперь давайте посмотрим как мы это все собираем да то есть самое то главное как мы это собираем собираем мы это следующим образом во первых у нас есть здесь загружаю модуль lcd модуль принтера то есть это да и лелька в каталоге дабак а далее просто что я делаю далее я создаю все объекты я пишу ну то есть это у меня объекты попасает дальше вот этот control кэш машин 1 1 параметр 1 параметр это просто имя под которым я буду работать а второе это собственно говоря класс который я инстанцирую в данном случае у меня будет просто что сделано у меня будет создан класс control кэш машин объект этого класса и он будет доступен по имени как м сэмпл то же самое касается и сиди дисплей он будет под дисплей девайс а дальше он будет под а принтер под и так далее да и при этом обратите внимание я создаю два счетчика вот а теперь начинается самое самое интересное это соответственно сборка так это соответственно сборка так сейчас минутку коллеги у меня тут мешает панелька которая панелька мешает да вот все панель зума мешала обратно вернуть а теперь соответственно давайте посмотрим как мы это инстанцируем что нам для этого надо для этого посмотрим конструктор класса control кэш машин вот смотрите что здесь у нас есть дисплей доступен по имени дисплей принтер доступен по имени принтер клавиатура по имени и так далее и counters доступен это список напоминаю счетчиков пока по имени counters соответственно в начале старта программы я это все собираю то есть что я делаю я говорю что использовать дисплей девайс а вот вот он у нас создан как дисплей в для объекта как м сэмпл все то есть вот эта строчка на что делает она берет берет ранее созданный объект класса и сиди дисплей который поддерживает интерфейс который поддерживает наш интерфейс а дисплей и внедряет его вот сюда то есть она его присваивает поле дисплей то есть у нас уже после этого ссылочка получается вот аналогично остальное то есть аналогично следующее да то есть при этом обратите внимание как я дел поступаю счетчиками я просто просто продолжая их добавлять в одно и то же поле просто указывая одно и то же имя то есть x counter я добавляю counters y counter я тоже добавляю counters все собственно говоря больше ничего мне не требуется а дальше просто что я делаю я вызываю вот этот самый метод check wiring случае если что-то будет не так мы соответственно вот здесь это увидим ошибку а а дальше я стандартным образом через шерд указатель получаю доступ к моей контрольно-кассовой машине и собственно регистрирую покупку теперь давайте пройдем это ну что называется в пошаговой отладки да что собственно я происходит так соответственно здесь мы загружаем загружаем наш модуль так загрузили два модуля клавиатура у нас еще отсутствует а дальше создаю объекты и дальше обеспечиваю сборку то есть таким образом я обеспечиваю сборку а после этого я проверяю что все хорошо вот и теперь могу уже вызывать работу с регистрировать покупку но давайте проведем эксперимент а мы же там сказали что у нас счетчиков может быть от двух до трех а что если мы сделаем коли счетчики вот один забудем внедрить да то есть тут ну забыли мы верить один счетчик что будет в этом случае давайте соответственно посмотрим так сейчас нам нужно некоторое время так а понятно windows решила в этот момент поставить обновление как всегда замечательно так сейчас тогда вот все у нас приложение построено соответственно загружаются два наших модуля а затем собирая создаются все необходимые классы то есть сначала создаются затем затем идет сборка вот а затем идет сборка объекта да вот вот и данном случае мы вызываем чек варинг вот обратите внимание произошло исключение почему а потому что у нас с вами есть правило которое говорит о том что у у нашего кассового аппарата 2 от двух до трех счетчиков соответственно здесь можно очень хорошо как раз контролировать вот эту самую зависимости вот ну и понятно что в данном случае мы дальше уже никуда не не продвигаемся давайте вернем назад и посмотрим как эта штука работает а уже в деталях так еще раз собираем вот а потом пойдем а потом будем писать клавиатуру так а так так интересно как обычно визит эффект сейчас попробуем пересобрать что-то студии то мне не понравилось так создали библиотеку замечательно сгенерировали код до создали все до суда все так 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 да все вот теперь можем собственно для запускаться и смотреть что у нас будет так так соответственно загрузили опять же собрали а собрали проверили что все хорошо вот и дальше можем вызывать вот этот метод но коллеги если сейчас сделать глубокую отладку то а нас немножко помотает по вот этой библиотеке поэтому там потому что перегружена операция поэтому я сразу а перейду к вот этому методу сразу перейду к методу регистра регистрация покупки в данном случае вот я вызываю дисплей соответственно вот наверное видно да идет то есть напечатано напечатан какой-то текст а дальше вот и в данном случае до клавиатуры не найдено поэтому вот мы здесь это проверяем вот и настала пора что называется написать реализацию клавиатуры до для наш нашего проекта для этого ну вот здесь у меня уже заготовлен заготовлен кусочек дальше что я делаю я просто создаю новый класс стандартным образом так так кей борт а дальше соответственно он производный от класса от интерфейса ай кей борт да коллеги я не сказал что все интерфейсы должны быть тоже производными от класса парк это обязательно это обязательно так все соответственно понятно сейчас так ладно ладно давайте тогда вот так вот некий сканер да от вот так не сам не самое быстрое у нас дальше соответственно что что мы делаем а в интерфейсе ай кей борд если мы посмотрим что у нас реализовано вот наш интерфейс ай кей борд в нашем интерфейсе ай кей борд есть просто вот этот метод то есть метод который возвращает просто код поэтому соответственно что я делаю я пишу здесь реализацию просто этого виртуально абстрактного метода вот а и теперь мне необходимо сделать следующие вещи во первых так как это да и лель к во первых так как это да и лель к а я должен как я ранее говорил указать так указать динамик link так стоп динамик library вот динамик лип немножко перепутал точнее не туда тыкнул вот то есть вот этот файл должен быть единственным на всю на весь модуль вот эта директива а 2 2 директива а мы должны включить макрос и подключить макрос регистрации динамической библиотеки вот а после этого я пишу вот такой макрос волару динлип реджистер и просто пишу наш класс сканер все вот это у нас есть и теперь а мы можем написать реализацию метода год код так что у меня подвисает компьютер а соответственно я буду использовать а и у стрим так и соответственно здесь мы пишем точнее не так что да что такое так господи так и соответственно здесь чтобы еще было у нас приглашение до а and l вот допустим такое вот так все вот и соответственно ретен код вот все собственно коллеги это то что нам необходимо с вами для реализации нашей клавиатуры теперь собираем эту библиотеку так сейчас соберем так все вот у нас создалась это создалась соответственно эта библиотечка и он студия положила туда куда нужно и теперь идем собственно говоря саму нашу в ядро нашей системы вот и дальше мы что делаем а дальше во первых мы должны загрузить этот модуль ну напоминаю что здесь у меня загрузка за хардкожина опять же можно было бы использовать а xml так соответственно с г-бак о кей борт так борт ну 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 и соответственно здесь я дописываю расширение так есть а второй это первый шаг загрузили модуль теперь после того как мы загрузили я собственно могу создать вот для этого я например ну называю это допустим input девайс да допустим я хочу дать имя и класс называется сканер да то есть я ранее вырегистрировал как то семья класс называется сканер все и третий шаг третий шаг я должен указать что я должен использовать так сейчас коллеги меня очень сильно подвисает к вам а а pp set соответственно это у меня будет вот этот input девайс а input девайс дальше я его использую а как клавиатуру давайте посмотрим как он у нас зарегистрирован долг как он должен у нас быть зарегистрирован в нашей зависимости так вот так вот он обратите внимание кейборд то есть вот соответственно я сейчас его подключу к клавиатуре да то есть с кейборд или теперь указывают для какого объекта то есть какой куда внедрять эту зависимость sample так все вот собственно три шага вот но и если я сейчас ничего не забыл то у нас к нашему устройству подключится клавиатура давайте соответственно посмотрим клавиатура виде сканера штрих кода и так шанс что в скором времени приложение запустится так да вот теперь проверяем загружаем загрузили загрузили клавиатура подхватилась все то есть делька загрузилась теперь создаем наши объекты дальше обратите внимание создался сканер и дальше мы просто внедряем да то есть обеспечиваем сборку объекта все вот мы собственно говоря нашу клавиатуру подключили вот теперь идем на регистрацию покупки вот теперь смотрите кейборд у нас уже подключен поэтому дальше мы что делаем дальше мы просто должны ввести ввести код товара в данном случае 1000 вот ну понятно что здесь за хардкожину специального вот дальше мы переходим на регистрацию покупки допустим стоимостью 200 рублей вот и соответственно опять же я с помощью контрольной точки перейду на вот этот метод регистра каунта чтобы не мотаться по библиотеке вот а дальше мы что делаем дальше мы просто-напросто пробегаем по списку наших счетчиков а их напомню у нас два и соответственно первый счетчик у нас вот счетчик x counter который просто суммирует все покупки вот то есть вот собственно суммирует все покупки вот а второй счетчик у нас который еще суммирует количество покупок то есть я сделал счетчик и 3 counter но который еще не просто сумму всех покупок а общее количество покупок суммирует вот обратите внимание мы вызвали игре counter соответственно сумма все и собственно говоря наш с вами приложение пишет нам спасибо за покупку вот это собственно выдается нам чек то есть это принтер чек печатай дал ну в реальной реализации да а вот и собственно говоря все затем соответственно весь все объекты будут корректно разрушены за счет того что здесь используется как раз шерд ptr поэтому деструкторы отработают вполне корректно так а таким образом вот такая демонстрация что называется в прямом эфире и сразу может быть предваряя вопрос аналоги аналогов нормальных я честно гря не нашел вот нашел две статьи которые более-менее действительно ну тоже говорят об этом и просто люди пытаются ну создать что-то подобное волру вот но там с разной степенью корица успеха вот как раз поэтому пока на сегодняшний день а волру для меня простая библиотека то есть это очень низкий порог вхождения в нее то есть вы можете брать и использовать во вторых вы сами видели как сейчас мы в прямом эфире создали dll q не было никаких лип там никаких dll main никаких get проц адрес все сделали достаточно на простом достаточно просто сделали и третье это библиотека использует c плюс плюс 11 а если вас по каким-то причинам его до сих пор нет качайте boost и что называется наслаждайтесь этой библиотекой вот я коллеги спасибо за внимание что вы нашли время для моего доклада теперь я готов ответить на вопросы так вопросы вкладки кин и а так а это работает только с дл или с о из linux и с динлип из ос x тоже а честно скажу ос x не проверял не было возможности а с дл и и сосуд точно работает то есть сосуд точно работает вот то есть вы можете скачать с сайта волару а там есть скачать просто исходники соответственно использовать вот так это первый вопрос второй вопрос а если у меня есть большое множество объектов которые зависят от какого-нибудь интерфейса могу ли а внутри зависимость сразу всем этим объектам а везде где используется интерфейс сера или все равно надо перебирать добавлять зависимости каждому из них вручную в инжекции плюс плюс такое приветствуется значит насколько я понимаю так почему-то пример так них сейчас попробую раскрыть на а вот то есть в данном случае я подозреваю что перебирать надо каждый из них вот то есть в данном случае да я назначаю назначаю конкретному объекту это действительно так потому что зависимости обнедряют конкретно бедном случае в object 1 вот понятно что в инжек какие-то вещи решаются проще за счет рефлекция но здесь да действительно я должен каждому объекту назначать все зависимости последовательно но либо вот используя xml принципе то есть вынести этого внешний файл вот какой overhead тащит за собой вал ру а на самом деле там ничего такого нет они просто вот этими макросами а по сути по сути задают но как раз за счет макросов в лару регистра и в орлу дина регистра как раз решаются вот эти кросс-кросс платформенные вещи но там ничего такого там никакого по сути рефлекция нет там просто фактически имя класс превращается в строку который я потом могу использовать вот поэтому я не заметил какой-то просадки по производительности а то что было то что вы видели сейчас это у меня windows решила поставить обновление ну окей так если мне нужен с интерфейс библиотек то есть я хочу их собираю собрать в разном окружении как это решается а вот здесь немножко хочу уточнить вопрос то есть вы решаете это созданием соответствующих мэйк файлов а а исходники вал ру там уже у них если вы посмотреть в заголовочные файлы там уже у них есть веточки веточка на windows веточка на линукс вот поэтому здесь вы просто берете делай но делаете там мсбилда в windows например в линуксе вы делаете тот же тот же семейк и соответственно собираете вот здесь каких-то проблем я не вижу так коллеги еще ваши вопросы пожалуйста так ты не непонятно не как мне отметить что я а то есть вот так я отмечаю что я ответил дам так вопрос можно ли зарегистрировать singleton чтобы один экземпиар класса а используют во всех объектах да пожалуйста то есть вы просто указывать этот объект а потом его внедряете построено здесь все исключительно на шерд ptr то есть на список на список там варят ptr а остальные это шерд ptr поэтому соответственно здесь все это будет решаться так коллеги так ну видимо вопроса больше нет поэтому александр я вам возвращаю управление павел давайте немножко подождем может еще допечатают коллеги и еще раз на просьба если кто-то писал вопрос в чат пожалуйста перекопируйте их кинды просто много было бесед в чате трудно понять это вы комментируете или задаете вопрос вот вижу как раз в чате вопрос видимо от елены так а вы советуете перевести использовать эту либо ну да где вот необходимо такая модульная организация да так коллеги пишут что это не комментируют это я понял уже да 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 так я правильно понимаю что у нас тут нулевое сопряжение между модулями чтобы это было модуль если трутости по ядро и там все через региона токовица юзается да совершенно верно то есть здесь у нас полная свобода мы просто вот через эти токены привязываем текстовые имена потом через текстовые имена уже собираем объекты как нам необходимо так ну да получается так что я чат просматриваю в обратном порядке вот ну раз уж так заменить стройки чем плагин суффикс могло быть вполне скрыто в плагин лот да возможно возможно но мало ли там на самом деле вал валру я увидел еще такую забавную вещь а если у вас вижу студии находится в режиме дебаг то к имени вашей длильки добавляется еще буковка d то есть вот у меня например там добавлено во всех длильках ну вы это не видите я в настройках это также тайм указал там везде добавлено d вот вот это вот как это это единство что чем я был удивлен здесь то есть в релизе там стандартное имя то есть которое вы задали а в дебаге там и мечи заканчивается надо обязательно так окей так сейчас по моему еще появились в так елена я ответил так какие гарантии либо в малки трэд если детекция при импорте либо о несовместимым иби они всем понимают что такое и бей опять видимо айпи 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 а детекции так детекции такой нет потому что потому что вы понимаете что интерфейс по сути это таблица виртуальных методов поэтому если у вас даже соберется соберется вот эта библиотека да но у вас например классика жанра до поменять местами заголовочном в одном заголовочном файле там поменять местами допустим две функции да то естественно вас уже таблица виртуальных функций будет создана неправильно вот вот поэтому здесь понятно что такой такой детекции не будет это все-таки си плюс плюс вот что касается гарантии либо в малки трэд малки трэд здесь она полностью построена на шерд птр ну а сборка объектов желательно вас делать одним потоком то есть я например ну не могу гарантировать что когда вы собираете одновременно там зависимости снец через несколько потоков что все это корректно отработает да и собственно говоря не вижу в этом необходимости все-таки зависимости они собираются в начале приложения так библиотека и библиотеку имеет обрабатывать ситуацию когда созданный объект связывается с некорректным интерфейсом а так значит в данном опять же да она это сделает но так можно можно сейчас в принципе посмотреть вот я думаю что да она должна это уметь можем сейчас часто сейчас тогда если время будет попробуем а так и соответственно сергей спрашивает впервые услышал данной библиотеки если примеры продуктового использования данной библиотеки пока коллеги не могу сказать честно вот но потенциал у библиотеки достаточно большой вот поэтому вот так давайте теперь чтобы ответить на вопрос по если мы перепутаем некорректный интерфейс давайте просто проведем некий эксперимент дам время у нас еще вроде позволяет это сделать а так где наша функция мэйн так вот он мэйн так ну например так ну давайте да вот здесь дисплей девайс будем использовать как кейборд а это будем использовать как дисплей да посмотрим что соответственно здесь у нас получится вот так так ну соответственно загружаем 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 так создали создали объекты и вот теперь самое интересное да да коллеги вот соответственно мы увидели что нам выброшено исключение ронг тайп то есть да за это нам уж называется вот нас за это что называется дали отдали по рукам вот поэтому библиотека да это отрабатывает вполне корректно так 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 окей сейчас верну когда система подвисает это зло так еще смотрим поэтому да позволяет так а для прототипирования и быстрой разработки библиотека выглядит привлекательным насколько это решение будет поддерживаем при наращивании модулей а не получится ли что нам придется все переписывать на более строгие отношения между модулями коллеги это полностью зависит от вашей архитектуры то есть с точки зрения мне чем нравится библиотека она легковесная тут нет никаких особенных заморочек вот поэтому я думаю что здесь вот этот ответ на ваш просто их он полностью определяется архитектурой вашей программы так аналоги аналоги как уже сказал есть вот две ссылочки коту то что я нашел а вот там люди пытаются написать свои библиотеки списать свою реализацию вершил of control вот поэтому но здесь как то вот здесь уже смотрите может вот но пока я ничего такого меняемого больше не нашел так так может еще в чат кто вопрос надо посмотреть так окей коллеги его еще вопросы так там помощью был да а какой официальный сайту библиотеки показал что был выпущен в 2014 году так сайт коллеги его сейчас нет сейчас я презентацию ставлю будет сайт в принципе да то есть в последней версии действительно 0 7 и я думаю что пока думаю что пока ну скорее всего она пока вот на текущий момент устраивает поэтому они вряд ли сейчас думаю что пока не делают ее вот но потенциально там вот куда я вижу точки роста это библиотеки это например поддержка параметризованных конструкторов точнее конструкторов с параметрами для дейлерик сейчас этого нет да вот коллеги подсказывают что есть хиппедермика аналог и буст диай да да спасибо коллеги почему ты сказал не нашел но но спасибо за информацию тоже посмотрю так а можно ли прекратить какую-то проверку библиотек перед загрузкой контрольную сумму например ну так это уже все коллеги в вашем в вашей власти то есть но валру сама уже по себе этого не делает но так как там исходники открыты вы можете метод лод внедрять все что угодно хотя на самом деле вот я бы метод лод действительно сделал бы более гибким что ли то есть вот я бы это как раз поработал бы над загрузкой с одной стороны вроде в хорошо а с другой стороны например чтобы загрузить целую целую батарею дейлерик я должен буду для всех них вызывать вот этот метод лода для каждой вот а хотелось бы чтобы это было как бы но одним махом например если у меня несколько зависит то есть я работаю с несколькими зависимости вот например счетчиками вот а тогда коллеги еще вопросы так александр я вам передаю слово видимо больше вопросов не будет коллеги спасибо спасибо за интересные вопросы спасибо за то что нашли время послушать доклад и если будут какие-то вопросы то я с радостью на них отвечу пишите на мой электронный адрес